Утро это очень круто! С добрым утром, девочки и мальчики! Сегодня вместе с Хрюшей и Мариной Яковлевой актёр и спортсмен Владислав Дёмин. Доброе утро! Доброе утро, Марина! Привет, Хрюша! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады знакомству! Да, это правда. Я тоже очень рад провести сегодняшнее утро с вами, зарядить вас энергией. А это очень хорошо, спасибо. Спасибо. Владислав, мы вот когда готовились к программе с вами, с Хрюшей узнали такую информацию, что в детстве вы вовсе и не собирались стать актёром. Так и есть, не собирался. Дело в том, что я родился в маленьком сибирском городе, в городе Назарова, и у нас не было ни институтов театральных, и тем более театров. У нас всего было два кинотеатра в городе. Зато были спортивные залы, и всё. И это был бокс, это были восточные единоборства. И потихоньку-потихоньку я стал выступать, добиваться различных успехов. И потом возглавил Федерацию рукопашного боя со временем. Так, а при чём же здесь актёрство? А при том, что у меня была мечта. И вот я с детства смотрел фильмы и восхищался героями. Я думал так, ну, я стал спортсменом. А как же актёрское мастерство? Как же стать актёром? Вот, и я пошёл и поступил в Российскую академию театрального искусства «ГИТИС». А, то есть вы поехали в Москву? Да. И что, прям с первого раза поступили? Да, Хрюш, с первого раза. Я вспоминаю слова своего мастера курса, Скандарова Михаила Вардановича. Он говорит, я никогда не забуду, как я в коридор «ГИТИСа» увидел здорового, лысого, бородатого мужика, который спросил, а где здесь актёрский факультет? А ему было не смешно. Он сказал, с какой целью вы интересуетесь? Он на вас испугался. Ну, наверное. И потом он сказал, молодой человек, вы, наверное, хотите стать актёром? Я говорю, ну, да, отлично, отлично, тогда поступайте, вот вам перечень экзаменов, сдавайте, и всё. И буквально через месяц я оказался на первом курсе Российской академии театрального искусства «ГИТИС». Вот так, Хрюша. Вот, ребята, видите, если очень хочется, можно добиться любой цели. Ну, надо к этому, конечно, приложить хоть какие-то усилия. Да, это чистая правда. Я проверил на собственном опыте, и могу вам посоветовать. Мечтайте, и ваша мечта обязательно воплотится. Только надо сделать пару шажочков в направлении своей мечты. Ну да, не просто мечтать и лежать на диване, да? Да. Ну, конечно, если, например, ты захотел стать доктором, изучай биологию. Спортсменом, иди в секцию. Любая профессия требует каких-то усилий определённых. Поэтому хотите стать актёром? Занимайтесь, становитесь уникальным в своём роде человеком. Начинайте музицировать, читайте стихи, интересуйтесь литературой, занимайтесь спортом, в конце концов. Маленький шажок в направлении своей цели, и у вас обязательно всё получится. Владислав, у меня вот к вам такой вопрос. У вас две дочки. А как вы их воспитываете? Только в любви. Ничего больше. А всепоглощающая любовь. Они уже выбрали, куда пойдут учиться? Или они ещё маленькие? Старшая у меня во втором классе, а младшая два годика. Ну, на самом деле, не я их воспитываю, а они меня воспитывают. Знаете, что у меня дома происходит? Я думаю, папа приходит с работы, они его как обнимут, поцелуют, и папа раздает. Конечно, Хрюша, всё так и есть. Только меня обнимет не только мои дочки, моя жена Анжелочка, Дарья старшая, Виктория младшая, кошка, крольчиха Умка, сверчки, бабочки. У вас живут сверчки и бабочки? Да, и крольчиха Умка. И крольчиха. И все девочки, все девочки. Так что я прихожу, они на меня налетают, бабочки, сверчки стрекочат, девочки обнимают. В общем, рай. А ещё, Хрюша, мои дочки учат меня всяким маленьким женским и девичьим штучкам. Владислав, кстати, вы очень вовремя это сказали, потому что Хрюша подготовил для вас конкурс «Женские штучки». Согласны поучаствовать? Хрюша, всегда согласен. Тогда подходите поближе к Марине и внимание на экран. Читаем вопросы. Что такое краб? Варианты заколка для волос, декоративная брошка, брешка для пояса. Краб это вот такой, да? Да. Ну вот, судя по вот этому, это, скорее всего, заколка для волос. Давайте проверим, так ли это. Ну, конечно, всё верно. Это заколка для волос. Отлично. Следующий вопрос. Что такое мюли? Полезная еда на завтрак, обувь без задника или повязка на голову? Я же с детства занимался восточными единоборствами. Я точно знаю, что именно с востока пошла обувь без задника. Поэтому это обувь без задника. Так, посмотрим правильный ответ. Да. Ну, конечно! Владислав прав. Второй правильный ответ. Так, Хрюш, следующая твоя очередь. Так, хорошо. Что такое бонбоньерка? Коробочка для конфет, приспособление для завивки волос, пилочка для ногтей. Мне кажется, это что-то связанное с конфетами. Скорее всего, это коробочка. Вы уверены в своём ответе? Ну, хотелось бы верить! Да! А мы сейчас проверим. Конечно! Это коробочка для конфет. Для вкусных. Владислав, а вы любите конфеты? Очень. Много? Такие шоколадные, карамельные. Да, любые. Ну, шоколадные это просто... А вообще, я люблю очень халву. М-м-м! Просто обожаю. С орехами? Нет, вот обычную, стандартную, какая она... Без арахиса, да? Без арахиса. И не арахисовую, а подсолнечную халву. Это же просто восхитительно. Да. Следующий вопрос от меня. Что такое рыбий хвост? Длинная юбка, женская прическа или щётка для уборки? Ну, вот что это? Ну, вот как вы считаете? Ну, вот что? Хриша, я знаю точно, мне это не понадобится. Так, так, так. А вот моим дочкам, у которых шикарные густые волосы, возможно, да. И, возможно, я изучу этот метод плетения косы. То есть это... Ну, назовём это женская прическа. Итак, правильный ответ. Сейчас посмотрим. Ну, конечно. Это женская прическа. Ха-ха-ха. Ну что? Неожиданно. Отличный результат. Ну, теперь-то мы точно знаем, что вы не только отличный спортсмен и актёр, но и замечательный папа. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. И приходите к нам, пожалуйста, ещё. С большим удовольствием. Мы будем ждать. А ещё не забудьте подписаться на мой инстаграм. Харюша, нижнее подчёркивание, класс. Там классные фото и видео. Подпишитесь. Точно. Мои девочки ваши поклонники. Поэтому обязательно это сделаем. А вы, ребята, не переключайтесь. Впереди ещё много-много интересного. Смотрите канал «Карусель» всей семьёй. С добрым утром, девочки и мальчики. Удачного всем дня. С добрым утром, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok